Девушки отдыхают 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 Я там видел, как они машины ремонтируют. У меня есть положительный отзыв. Я не говорю, есть и отрицать, есть положительный. В данном случае покупатель обращался и обратился с данным недостатком, и мы это доказали документально, при пробеге 84 тысячи километров. Вы продолжаете упираться, что это не так. Докажите обратно, что это не так, что этого не было тогда. Где подтверждение? Подтверждения нет у вас, что тогда не было шума. Вот извольте устранить этот недостаток. Бесплатно, безвозмездно. Потому что человек обращался многократно по этому. И только из-за того, что... Я не могу здесь вам сказать, что я не технический эксперимент. Так давайте определим. Так давайте экспертизу назначать, когда это было. Почему? Слушайте, а если я буду приезжать, начиная с 10 тысяч, предлагать устранять недостаток, но я не являюсь техническим специалистом, буду говорить про шум, а не выявят на 150 тысяч только, что это... Это как? Я требую ответа. Вы же представитель пока единственный. Давайте что-то решать. Потому что человек, видно, прослежившись из документации, он обращался. Шум не был устранен. Какие-то там рекомендации давали. Зачем эти рекомендации нужны? Сами берите эту мофту, покупайте, устраняйте. Человек купил автомобиль за 2 миллиона рублей, а вы ему рекомендации даете. Это как? Опять же, мы здесь никак не сможем доказать. Вы автомобиля, заказ наряда этот 20 месяцев. Ну и что дальше? Работы были приведены, мы не знаем. Так не был шум. Шум был устранен? Возможно, его устранили в какой-то момент, он потом снова был привиться совершенно в другом месте. Шум был устранен? Я так это не сможем доказать. Не был. Вы прижали повторно? Я скажу, как, сняли кардан, вот и все. Сняли кардан, вам говорят. Шум ушел. До 100 тысяч сняли кардан. Нет, его нет. Кардан сняли. Кардан сняли. У меня задняя часть вообще не работает. На каком пробеге примерно вам кардан сняли? У вас тут написано, даже при повороте влево, посторонний шум сзади. Это с карданом было. Это вот, 7 сентября вы приезжали. Ну, может быть. Ну, кардан до этого сняли еще. Когда сняли? На каком пробеге примерно? Сейчас точно не помню, но снимали кардан, даже в заказ наряде его нет. Приблизительно хотя бы, 85-90, сколько? Кто снимал, помните, мастер? От 80 до 100 тысяч. От 80 до 100 тысяч кардан сняли. Слышите, Светлана? Кто снимал? Можете показать мастера? Сейчас он... Здесь указан. А, есть указан, да? Это когда? Это вот при одном из ремонтов сняли, да? Вот, при проведении. При проведении, то есть, я так понимаю, обследовали... А где сейчас кардан находится? Здесь. У вас даже кардан находится, вы можете понять? То есть, здесь находится он. И все это время хранится здесь. Ну, вы слышите? О чем еще разговаривать? Давайте не упираться, давайте перейдем к конструкции. Что, как не доказывать? Сняли кардан, положили здесь, это не доказывать? Это как? Зачем снимали тогда, если ничего не доказывать? Сняли вот для того, чтобы выявить муфты. Или нет, да? То есть, да, сняли кардан, шум ушел. Все, приехал на 108 тысяч, ему сказали, муфта, ты знаешь, давай кардан поставим, это муфта. Опять меня просили ездить на мне, то есть, с километраж, я вот всю дорогу, с самой покупки километраж наматываю только к вам. Ну, поймите. Короче, нужен генеральный директор нам срочно, и будем с ним разбираться, потому что дело попахивает просто... Я сейчас на ремонт коробки заплатил деньги, 100 тысяч рублей. А зачем заплатили? А потому что мне уже, значит, отсюда... Там же коробка передач-то входит? Нет, замена сцепления. А, износился диск. По моим рекомендациям я поменял всю полность сцепления. Ну, оно изношено было или нет? Ну, никто экспертизу... На каком основании меняли, зачем? Ну, предположительно, что это сцепление. Износ был? Да, износ был. А, то есть, там вытерся диск, да? Истирание диска произошло. Ну, нет, другое дело. Это естественный износ, тогда это нормально происходит. Он же работает, он постоянно в работе находится. Это другой же вопрос, да. Мы в данном случае, вот нам надо что выяснить. И до конца этот вопрос решить. Но, в основном, если все выбирается в том, что нет показательного... Да, как мы будем доказывать, есть ваши специалисты. Вы доказываете, то... Так мы и доказываем вам. Вот, вот доказательный. На данном моменте, какой доказательный база вам нужна? А, какой доказательный база вам нужна? Человек обращал шум. Какая база вам нужна? Что там должно быть написано? Между устранением одной неполадки и другой неполадки прошло более полугода. Могли устранить одну, не знаю, одну причину шума. Подождите, вы когда обращались? Вот, подождите, март, когда еще есть? Да, март, а следующий идет, седьмое. Нет, потому что 26 февраля. Это все вместе, Аня. Как все вместе? Ну, так, смотрите, ну здесь 5 дней разницы. Сначала узнали лет, затем это все. Клиент уехал, полгода его не было. Потом, спустя полгода он приезжает уже с каким-то еще стуком. Возможно, здесь... Здесь написано этот шум? Да, он оказывается. Да, вот внизу есть рекомендации, какие работы будут получать. Вот, и колодки заменили, требуется по стукам. Наружно, что на заднем, вот этот нижний. Рекомендации. Рекомендации есть тут какие-нибудь, нет? Где рекомендации написаны по ремонту? Нет, по замене этой. Вот я то, что обращался. Это со слов клиента, да, что вот... Гремит задняя часть авто. Это то, что... То есть, что было выявлено? Нет, колодки я поменял, я приезжаю еще раз. Меняем подшипники, я еще раз приезжаю. А где, где еще, где после этого? После этого, когда приезжали? Вот я приезжаю на ТО. Я просто приезжаю, по-моему, на ТО я приезжаю. Когда, какого числа? Масло моторное. А раньше приезжали, нет? Вот, 21-го, это что? Вот, 21-го. Это 17-й год вообще. А, это 18-й. Вы после этого приезжали, вот после февраля? Ну, вот после февраля, вот есть март, начало марта. Еще потом. 9-й месяц. И затем полгода. При повороте влево посторонний шум. Щелчки. А это, было снят уже, вот этот вот, кардан к тому времени? Да, по-моему. Был снят уже, да? Я сейчас точно не помню. Поэтому я вам и говорю, напишите, пожалуйста, претензии, чтобы мы могли... Прошло больше года. ...более грамотно, вообще, 50 вопросов решить. Да это понятно, претензии все равно надо писать, все расписывать. Разводим просто демагогию. Да не демагогию, надо просто руководство встретиться, поднять ваш заказ наряда. А вы можете заказ наряда поднять, посмотреть? Можем, конечно. А карданный вал, как узнать, с какого числа у вас лежит? У меня акта сдачи нет, я не могу найти. Как узнать? Если он был, значит, у нас отражено. У нас должен, должен где-то быть отражен демонтаж карданного вала, правильно? У идей, конечно же, да. А где? Здесь пишут только... Давайте в истории посмотрим, автомобиль снят, когда карданный вал. Мы можем с вами посмотреть это сейчас? Сейчас я посмотрю. Там же есть, да, история. Легко завел, там, этот ВИН или что там, номер регистрационный, посмотрел. Когда снятие было произведено и зачем? Какое число? И вот это у вас один к одному совпадает с тем, что у вас? Или там обращение из книги регистрации еще? Нет, один к одному все. Нет, в книге... Все расписываю, все распечатывается в двух измельярах. Один измельяр отдается... Подожди, извините, а когда вы ставите человека на ремонт? То есть там же по записи у вас? Конечно. Вот, в записи есть отраженные эти недостаточности? Вот, они есть, со слов клиента. То, что там, то и здесь, да? Да, это все в программе вносится и потом все распечатывается. То есть все, что там, то и здесь, да? Да, что и здесь, только здесь они подписаны. Вот, у нас, соответственно, так как это электронный полный... Ходовая часть, вся осмотр. Видите, ходовая часть была осмотрена, а редуктор не был осмотрен здесь. Хотя человек говорит, что у меня гремит задняя часть авто, а осматривает только ходовую часть. Ну, вообще, ТО, осмотр это полностью автомобиля, правильно? Это не ТО. Это не ТО. Это не ТО. Это заявка. Смотрите, у человека была осмотр ходовой части. Ваша специальность... Вернее, гремит задняя часть авто. Была заявка. Почему только ходовую часть осмотрели? Почему не осмотрели? Понятно, что, смотрите, гремит там у него в редуктор. Редуктор гремит при движении. Они взяли, посмотрели, ходовую часть покачали. Здесь нет ни слова про редуктор. А как он узнает? Как он должен специалистом быть или что, по-вашему? Ну, тут на тот момент, видимо, про редуктор еще речи не было. Почему? Гремит задняя часть авто. Редуктор сзади находится? Редуктор сзади находится вообще-то. Должны были осмотреть все. Почему осмотрели только эту часть? Почему не все, не каждый узел осмотрен был, который сзади? А если бы осмотрели, возможно, выявили. Потому что, я так понял, после этого шум не ушел, да? Вот после этого осмотра. Ушел шум после снятия кардана. А, вот после снятия кардана шел шум. А кардан сняли где-то между 80 и 100 тысяч, например. Где-то так, потому что в 105 я приехал, в 105 тысяч, это как раз ТО у меня было. И уже они определили то, что надо менять муфту, да? Да. Без кардана, потому что шума не было. А, все, понял. Так, сайлент-блок, шайба, армортизатор, колодки. Заключение-то что-то написано. Потом гудят подшипники еще сзади, да? Третьего. Меняли подшипники. Подшипник ступится. А почему определили, что подшипники гудят сзади? Опять же мог быть не подшипник, правильно? То есть человек написал, все что угодно могло быть. Смотрите. Вот смотрите, вот удивительно, да? Вот машина разваливается на ходу. Правильно, смотрите. Тем не менее вы ее спрашиваете. Не, подождите, да не, подождите, не может такого быть. Смотрите. То, тут колодки тормозные заменили, да? Амортизатор оторвался даже. Потом вдруг подшипник выходит из строя, и все это на импортном автомобиле происходит. На российских даже такого нет. Все меняет, смотрите. Вопрос к эксплуатации автомобиля. Нет, смотрите, все меняет. Это все вообще не обосновательство. А у вас подшипник заклинил или что здесь? У меня подшипник нет. Я когда приехал менять там, у меня те якобы амортизаторы, что-то еще. Я сказал, что у меня гудит. Гудит, да. Они не увидели этого. Сюда я привез на элакуаторе машину. Заклинившим подшипником. А, заклинил он все-таки, да? То есть подшипник был правильно поменяли, да? У Атрии с города Чуняковска в Утрии привезли сюда. То есть подшипник правильно заменили, да, в этот раз? Здесь. Так. Амортизатор сняли. Ой, этот надо установить, когда кардан сняли, да, единственное? Ну, давайте посмотрим по заказу наряду, когда там кардан сняли у человека. Это же должно отмечено быть. У вас же он находится. Правильно? Ну, то есть у вас его нет, но он находится здесь. Вот надо установить, когда его сняли, на каком пробеге. И все будет ясно тогда. Как утверждает покупатель, сняли его между 80 и 100 тысячами. Снарядчик? Да. Естественно, потом, когда он приехал без него, ему сказали, вот, дело в этом. А что, там можно кофе, да? Давайте посмотрим, пошла смотреть сейчас. Ну, а здесь-то он лежит, кардан. Как, сняли без оформления, что ли, получается? Может, его и не снимали. А, ну, давайте разберемся тогда. Давайте посмотрим, снят он или нет. Ну, то есть, смотрите, я не могу вообще найти даже никаких основательных, доказательств, вообще-то. Вы даты ничего не получите, когда я это делаю. Ну, в любом случае, лежит у вас. То есть, получается, сняли, не отметили, что ли? Я даже могу сказать, примерно. А кто в курсе вообще? С моей машины работало два человека. Сергей, Сергей, прошу прощения, а кто в курсе, что кардан сняли? Кто знает, начальник сервиса в курсе? Конечно. Где начальник сервиса? Почему не отмечает у вас, что снимают и когда? Это как, получается? Может быть, ничего не снимали. Так давайте на машине посмотрим, снят он или нет. Ну, бумаги, где угодно его снять. А, вот так, да? Вы сейчас наговаривали. То есть, получается, человек снял кардан и говорит, что он у вас. А, ну, я сейчас вас фиксирую. Так, почему не зафиксировали-то? Я тоже смотрю, что, я думал, у меня нет бумаги, что она не зафиксирована. У меня нет этой бумаги. Светлана, смотрите, а мы еще интереснее нашли, вот тут проследили. И в августе человек обращался по стуку, оказывается. Да, и меняли все по гарантии. Были гарантии замены стойки стабилизации. И опять стук проявлялся. Стук сначала был в зале, затем был стук спереди. Слушайте, это может казаться, что он спереди. Но, тем не менее, это разные обращения. Неправильно меняли, стук-то не ушел. Зачем меняли все это? Смотрите, два раза меняли только заднюю стойку амортизатора. Два раза меняли здесь. Один раз в феврале, другой раз в марте. То есть, спустя месяц вышла она опять из строя. У меня, на самом деле, сегодня не бесконечный день, так же, как у вас. Так, нам надо вопрос решить. Возвращаемся к первому. Пожалуйста, подождите. Подождите. Давайте сначала разберемся, где кардан. Раз. Когда он снят? Как это не может? Так, здравствуйте. Деталь у вас лежит человека. Мы сейчас пойдем на склад искать деталь? Да, конечно. А что делать еще? Верните деталь хотя бы для начала. Где деталь? Вот человек хочет деталь забрать. Дайте ему деталь. Может, он хочет сам отремонтировать. Не у вас. А муж хочет экспертизу провести. Вы какое-то согласие что-то давали на то, что здесь был демонтаж. Они сняли для проверки. Потому что... А сами сняли. Ничего. То есть, вы смотрите по документам, что я езжу. Мы к нему не знаем. И наверняка, как с багажником. Так что пробег вообще очень большой. Какой большой? Ну, между интервалами вашего посещения пробег 2-3 тысячи. Вот. А это что, большой пробег? Ну, достаточно большой пробег. Это вы определили? 3 тысячи. Это мне 4 раза съездить домой. И вот типа 2 тысячи. Он из дома, человек. Где вы живете? Скажите, 120 километров от города он живет. 180. А, 180. Он ездил специально к вам для того, чтобы ремонтировать. И сейчас приехал специально, правильно? Целый день он теряет. Давайте найдем деталь. Раз. Давайте посмотрим, поднимем, кто ее демонтировал. Когда. Это уж деталь. Кто у вас находится? Вы считаете его за дурака, что ли? Или что? Или же мошенника? Я просто не могу понять. Тогда скажите это прямо, что вы мошенник. Вы же говорите, что человек придумал где-то. Вы же только что сказали, что где-то он снял деталь и приехал к вам и говорит, что деталь у вас лежит. Знаете, мошенник. У нас пока в снаряде не относительно нормальный. Так это ваша проблема, а не его. Он должен требовать или вы должны автоматически это делать? Мы с вами это все согласовывались и без вашего согласия ничего с ним. Правильно, так сняли с его согласия. Вы подписывали наверняка какой-то акт. Давайте посмотрим акт. Послушайте. Светлана. Светлана. Мы сейчас разговариваем. Вот я разговариваю не со специалистом, потому что вы не в курсе наверняка многих вопросов. Давайте начальника сервиса. Где он есть? Почему тот человек, который отвечает за все, непонятно, мы его не можем найти? Он в курсе всех проблем, а мы с вами решаем. Это тоже рабочий день. Где он есть? Деталь у вас лежит, вы не можете найти. Где человек-то этот, который отвечает за это все? В любом случае, это все производилось в согласии. Да понятно, когда сняли деталь-то? Подпись. Да вот где подпись? Давайте искать. Вы не можете найти. Я не хочу ничего. А она только что сказала, что вы сами сняли где-то, ездите без кардана, а говорите, что здесь. То есть мошенник получается. Улучшайте, пожалуйста, голос. Да я уже вообще возмущен, даже деталь не могут найти. Я говорю лишь о том, что у нас нет информации, нигде это нет. Так это ваша проблема, не его. Человек должен отображать или вы? Я никак не могу понять. Просто он должен в ваших документах отображать или вы? Так вина получается ваша или моя? Или здесь вторая? Или будет? Давайте решать вопрос, или мы будем крутить дальше все. Как это ни о чем не говорит кардана? У вас сначала был стук сзади, затем стук сзади. А откуда он знает, где был стук? Откуда он знает? Вы специалист в автомобилях, нет? Строительная серия, но никак не в машинах. Так он может просто слышаться, что он там быть. И может казаться как угодно. Я не знаю, который раз я вам уже повторяю. Мы бесписьменно обращаем. Давайте детали искать. Как это бесписьменно? Вы что? Да деталь человеку отдайте. Вы что творите-то? С вашими разговорами такое ощущение, что его нет. Это что, получать с кражи, что ли? Где деталь-то человека? Давайте-то от полиции сейчас вызовем, будем искать деталь. Вы что творите-то? Деталь дайте. Установка детали у вас производилась в 18-м году. Снятие. Деталь производилась в 18-м году. Производилась она с вашего согласия. Где деталь-то? Возможно, то есть, я не очень понимаю, с какой целью вам ее снимать. Так он объяснил только что. Вы что, не можете понять, что ли? Это в редукторе дело? Или все-таки... Чтобы исключить. Почему по следующим обращениям вы не застояли на том, чтобы ее установили вновь? Как по словам ваших приемщиков, устанавливать ее нельзя. Ездить нельзя, потому что приведет к неисправности. Я решаю этот вопрос до сих пор. Потому что я не готов выложить 70 тысяч по замене муфта. Но в одном случае, значит, он должен находиться у нас на теоретически. Как это так у вас? Его детали, и он купил машину, она у вас. Это как? На каком основании? Светлана, давайте, либо мы ищем деталь, либо сейчас полицию вызываемся. Полиция будем искать эту деталь. Что за беспредел? Деталь не знают где, они отдают деталь. Я не могу сказать, где ваша деталь. Так ищите деталь. Ищите деталь. Мы должны искать или кто? Я ничего не пойму. Дайте деталь нашу. Деталь у вас остается здесь на хранении, соответственно, она на хранении. Вам становится... Так сейчас он хочет забрать деталь. Деталь вообще давали на... У вас есть документ? Вы давали какой-то документ? Светлана, вы давали какой-то документ? Нет, не у меня его сняли и сказали. Еще не могу понять. Проверяй. Светлана, к вам вопрос. Вы давали какой-то документ человеку или нет? Вы давали? Я не вообще не понимаю. Хорошо, специалисты давали документ? Поэтому я спрашиваю клиенту, да. Специалисты давали документ? Я у вас спрашиваю. Я не могу знать. Такую знаете. Так узнайте. Пойдемте в сервис, сходим. Здесь мы будем сидеть в кафе и смотреть друг на друга. Мы не узнаем никак. Так что делаем? Мы ищем детали или полицию вызываем, чтобы вы детали отдали? Что делаем? Скажите. Принимайте решение. Вы можете делать все, что вам угодно. Вызываем полицию по детали. Вот смотрите, у меня один получает... Сейчас примем решение. Фактик не работает у нас уже на протяжении. Где начальник сервиса? Светлана, где начальник сервиса? У него сейчас... То есть он уехал со запчастями? Вы уже спрашивали, вам ответили. Нет, он уехал... Нам не сказали, что он приедет час назад. Нет, нет. А уже два часа прошло с того времени. Теперь я не могу стоять. Есть мастер цеха? Мастер, у вас есть цех? Да, есть тоже. Давайте к мастеру подойдем. Где мастер цеха? Он в курсе, кстати, сняты детали. А по складу у вас же отдельный человек? Давайте его узнаем. В начальных складах. В любом случае он принимал, у него должна быть... Кроме фарсии, вы кто у вас еще был власть? Катсу. Вы говорите, что у вас в Катсу. Катсу. А кто лично руководил снятием кардана? Вот я и пытаюсь вас это... Начальник цеха или кто? Ну, начальник сервиса? Снимали... Нет, кто руководил? Кто принимал решение снять? Инженер по гарантии или кто? Инженер по гарантии первое. Инженер по гарантии какой? Не девочка, а у вас еще такой. Главное, по гарантии. Где инженер по гарантии? Инженер по гарантии можете к нам? Вот он знает, когда снимали и кто. Он делал фотофиксацию. Начальник гарантийного отдела? Нету начальника гарантии. Нету начальника гарантии. Хорошо, начальник цеха. Это и есть... Это директор сервиса. Это директор сервиса. Все понятно. Мастер цеха. По самому у меня был Николай и молодой... Слушайте, а мастер цеха в курсе? Мастер цеха. Он же дает указания своим слесарям, правильно? Правильно. То есть он конкретно руководит, кто будет заниматься машиной, да? Кто будет ремонтировать. Наш кардан здесь снимали, значит, он у нас находится. На... Слушай, подождите, подождите. Как это? А мы видим смысл. Нам надо, во-первых, определить... Человек говорит, что кардан... Подождите, Светлана, послушайте меня. Человек говорит, что снимали кардан между 80 тысяч и 100 тысячами. То есть человек уже... Покупатель уже обратился к вам... Вы сейчас сами, по-моему, снимали. Что? Нет, снимали его в любом случае. Я не помню, в какой период... Подождите, вы... Если вы не помните... Подождите, вы сказали между 80 и 100 тысячами. Прошу вас вспоминать километраж. Просто найти кардан. У вас должна быть отметка эта. У вас должна быть отметка, когда снимали. В любом случае должны были давать какой-то документ о том, чтобы... Вот дайте документ этот, копию. Копию давайте посмотрим. У вас копия может быть... Давайте поднимем копию. Ну, в любом случае у вас оригинал же есть, правильно? Или копия? Давайте найдем этот документ. Он и подтвердит, когда снимаем. Как это? Хорошо, дайте копию нам документы. Данные за 18-й год. Ничего нас не интересует. Дайте копию у вас. Смотрите. В данный момент я не могу... Светлана, у вас находится деталь. Что кардан у вас. Значит он у нас. Есть в курсе по редуктору. Вот. Давайте на... Светлана, дайте нам копию того документа, на основании которого вы храните у себя кардан. Копию документа дайте, пожалуйста. Там будет указано, какого числа снят этот кардан. Чтобы понять. Дайте, пожалуйста, копию документа. Ну, потерял человек, допустим. Или не взял, забыл. Раз он у вас хранится, должен подтверждаться какой-то копией. По информации вы также не поставляете по письменному запросу. По какому письмену? Человек здесь где-то написан? Вы что? Вам дается изначально форма, которую вы подписываете. Если вы ее теряете... Слушай, да... Сергей, я предлагаю вызвать полицию. Из нас строят, по-моему, тут непонятно что делают. Я вам сам предлагала... И найти этот кардан. Вам необходимо писать письмо. Да, мы письмо написали. Кардан где наш? Где кардан? Кардан дайте. Вопрос о кардане вообще был у нас только сейчас. Так я только что узнал, что он здесь. И я только что узнала, что он здесь. Так это ваша проблема. Найдите. Так, Сергей, принимаем решение какое. Вызываем полицию по бот-кардану. Я думаю, что сначала надо с руководителем... А если он не придет? Потом уже принимать какие-то меры. Потому что руководители... Потому что все зависит от вас. Как вы скажете, я так и поступлю. Я же ваш представитель. Скажете, вызывая полицию. Вызовем полицию. Не скажете, будем ждать. Я, кстати, как никакого документа... Так вот он доверяет. Какой документ? Да где вы взяли? С статью сошлитесь, что они имеют. Сошлитесь на статью. Ваши слова голословные. Сошлитесь на статью. А я ничего не заявлял. Начинают тут что-то крутить, вертеть. Потеряли кардан, теперь ищут. Сняли бы до 100 тысяч и не могут найти. Человека мурыжат. Что творится в Калининграде? Кто-нибудь знает, нет? И говорят, что на 108 тысяч только обратился. Еще на 101 тысячи была заявка, что была неисправность. Правильно такая? Потом 105 тысяч конкретно прописано. А потом 108 тысяч. А кардан сняли до 100 тысяч. И не могут найти ни деталей, ни знают. А каким вы? И спрашивают, самое главное, у вас. А где документ, подтверждающий то, что кардан у вас? А может быть вы сами сняли и к нам принесли и положили, да? Представляете, что говорят? И вообще его нет. И вообще его нету, вот кардана. А ездить его без кардана, и все нормально, все хорошо. Будете за свой счет еще и кардан покупать. То есть, получается, они говорят почти, практически прямо, что вы мошенник. Правильно? Что крутит, вертит что-то тут, да? Что-то здесь нечего. А сейчас вы скажите, что-то надо? Не, подождите. Без документа мы не заберем. Мы же хотели кардан. Мы без документа не заберем. Во-первых, вы нам дадите документ, на основании которого он хранился у вас. С какого числа нам нужен такой документ. Отметка, где будет. И какой пробег. И потом мы заберем, да. Просто нам нужна вся информация о хранении. Все правильно. После этого мы забираем. То есть, когда его демонтировали, сколько он хранился, на каком основании. Демонтировали. И какого выдали нам обратно. И все. Набросли. Нашли кардан. То есть, оговорили, что он сам снял чудеса. Всякие. Всякие придумывали несуществующие вещи. Как так? Давайте нам все акты, всю информацию. Да. Потому что зачем просто так снимать деталь и хранить непонятно сколько времени. Сейчас выясню, пока начальник сервиса не пришел. Тот человек, который как раз курс, его нету. Представляете? А что слышно по начальнику сервисного сервиса? Или как там правильно? Сервиса. Вы заняты, да? Я вижу, его нет на месте. Сложные пути, да? Сложные. Что вопрос? А ты не помнишь, не с тобой на кардан снимали? Вот и Соня. Нет. У Шаколи, по-моему, был в отпуске. Его не было. У вас было двое. Скажите, а где мастер цеха? Мастер цеха, как найти? Мастер цеха. Ну, есть такая должность у вас? В данный момент. Ну, начальник слесарей. Ну, есть руководитель отдела сервиса. И он всеми руководит. Ну, кто ремонтирует. Правильно? Инженер по гарантии, он руководит всем. Полностью. А, все, понятно. То есть мастера нет. Таковая должность. А что она сидит, не знает, что ли? Сейчас пригласим. Сейчас девушка занята. Веселенький, да, мероприятие? Сначала не выясняет. Да, вы сами сняли кардан, там где-то увезли его и без кардана ездите. Правильно? Между того, чтобы выяснить. Человек из-за дурака сначала принял, а потом выяснил и узнал. Сейчас кардан здесь у нас. Пойдемте заберете. Нет, просто так мы не будем забирать. Мы сначала отметим, когда его сняли. Правильно? По какой причине сняли. А потом заберем. А то опять потеряют. Так, ладно, тут показания. Человек. Как вам начальник отдела продаж, мужчина, который телефон не хотел давать? Я с ним вообще ни разу не общался. Ну, я вот сейчас пообщался немножко. Скрытный, скрытный. Телефон не хотел давать. Я понял. Ну, не имеет отношения, да. Как такового к данному случаю, это понятно. Про продажи. Имеет отношение начальник сервиса, генеральный директор и все. Два человека, кто имеет отношения, я считаю. Которые должны... Понятно. Которые должны решить проблему, я так считаю. Разобраться, прежде всего. Сейчас еще юрист должен подойти. Через два часа. Вот это мы комплексно, да, сегодня разбираемся? Сейчас еще претензии надо написать в конце, обязательно. И через сайт отправить. Все описать, все вообще описать, все, что происходило. Ну, вот с марта вы обратились по шуму. Не устраняли, не устраняли. Ну, искали не то, там меняли вот это постоянно. Вот это все написали. Шум не уходил. Вот это все надо описать. И в конце они приняли решение, как бы это... Сойтись. Ну, снять, снять кардан и все-таки разобраться в этом вопросе до конца. А что слышно по поводу начальника сервиса? Полтора часа уже прошли. В течение дня он будет. В течение дня уже. А вы можете у него позвонить, как-то узнать, когда он будет? Я не могу, к сожалению, он не читается. Не, позвонить, просто уточнить. Не перед вами, а мы, скажите, граждане требуют узнать. Покупатели. Через сколько вы будете? Не вы, не перед вами, а просто нас проинформировать, чтобы... Не, вы не знаете. Пока не поднимете трубку, не позвоните, вы не узнаете. Можно это сделать или это сложно очень? Я может звонить, я не могу не сказать. Когда вы звонили полтора часа назад, сказали, что он будет. Извините, я не секретарь. А кто вы? А кто секретарь? Кто может позвонить? Есть человек, который может ему позвонить? Или никто тут не может на телефоне нажимать клавиши? Просто вы, вот как бы я и сказали, что к вам обращаться? Я не сказала к вам. Нет, вот там сказали, на ресепшене к вам обращаться. Что вы можете связаться, сказали мне, и сообщить информацию. А уже вы не можете. Ален, я только с ним связался, он на 5-10 минут будет на месте. А, вот, спасибо большое. Видите, человек умеет на телефоне набирать, а вы не умеете. Три дня работаете, еще, наверное, не научились на телефоне клавиши набирать. Так надо учиться. Брать на телефоне и набирать, и все будет нормально. А вы можете не мешать работать? Так я не мешаю, я требую соблюсти мои права, которые здесь нарушаются. Я руководителю позвонил. Чем быстрее. Я только раз, я, к сожалению, не знаю, сколько он придет, вас... А почему вот молодой человек узнал сразу же? Я только недавно позвонил, я позвонил руководителю сервиса. Свободиться подойдет 5-10 минут. Он здесь уже, да? Я только недавно работаю. Ну, значит, надо учить специалистов. Я еще о всех тонкостях работы не знаю. И на телефоне не умеет набирать клавиши, да? Причем здесь телефон. А что? Так я просил позвонить, я не просил никакую секретную информацию. Ну, вы позвонили, да. Не надо, скажу так, она работает. А мне сказали на ресепшене к ней подойти, и все вопросы она решает. Вот так сказали. Вот там, на ресепшене. Вот девушке сказали. Понимаете, целый день ходим туда-сюда, и целый день мне говорят, куда кому подойти. Вот что происходит. А никто не... А вы вот взяли, ничего не говоря, позвонили. Как так может быть? Вот вам спасибо большое за информацию. Надеюсь, она правильная. Через 5 минут, 10, он будет, да, сказал? Все, ждем. Это бы, если бы мы пришли бы сразу, я бы к ней вот так начал бы требовать. Это да, это вопрос возник. А то я же у нее 4 раза уже спросил. Понимаете, она то 10 минут будет, то полтора часа будет, а я здесь уже 4 часа нахожусь. Можете понять? Вранье какое-то идет непонятное. Кто врет? То ли девушка, то ли начальник сервиса. Я возмущен этим враньем. Так нельзя врать. Некрасиво. Не начальник сервиса, случайно? Нет. 5 минут, опять 5 минут, 10 минут. Вот давайте защищем специально. Вот даже без учета начинающий час. Вот 14 минут, да? 3 часа, 14 минут. Вот, ждем 10 минут начальника сервиса. Все, это с кардана вообще пропало. Решил, что это сложно, лучше я куда-нибудь уйду. На складе у вас отдельный человек, да, принимает на склад? Вот часть? Вот с машины снимают на хранение, на хранение вот этого момента. Я не могу ответить на это вопрос. Продолжение следует...